Я плохая хозяйка Все, не уговаривай меня, Снофи Не подходят собаки мои Что такое, а? Юми, почему? Собаки-экстрасенсы Какая-то мистика, вот получается, все У меня, похоже, с Алисой вообще нет совместимости Хватит тарать Привет всем, вы на канале Magic Family Я Аня, со мной тут мои питомцы И мы вместе с вами продолжаем сидеть дома Надеюсь, вы все защитились Magic-медальоном От всяких там вирусов Ну, кто знает, тот поймет В этот раз я предлагаю вам позаниматься кое-чем очень интересным Для начала скажите, верите ли вы в гороскопы? Про себя я могу сказать, что я верю в астрологию И в астрологов, реальных людей, которые этим занимаются Реально шарят и посвятились свою жизнь этому И тогда действительно такие люди, способные по планетам и звездам Что-то там сказать о тебе, о твоем характере И возможно даже что-то предсказать Но сейчас очень много всяких людей, которые считают себя астрологами Куча статей, гороскопов И очень сложно определить, где на самом деле правда, где нет Такая очень спорная тема Я проделала просто огромную работу Несколько часов своей жизни потратила на это То есть я не просто взяла какую-то статью Где просто описаны вот знаки зодиака собак И прочитаю ее вам Нет, я собрала из разных статей Со всего интернета То, что повторяется То есть вот прям сама практически своими руками Из всех возможных источников составила гороскопы собак И самое интересное в этом всем Это совместимость с хозяином И сегодня я буду не только сравнивать своих собак с этими гороскопами И проверять свою с ними совместимость Но вообще все знаки зодиака И вы вместе со мной можете слушать внимательно И если у вас есть собака Сравнивать с днем рождения своей собаки С ее знаком зодиака Вот это вот описание Подходит оно или нет И проверить свою совместимость со своей собакой Если у вас нет собаки То вы можете с интересом послушать Про свой знак зодиака Какой знак зодиака собаки вам подходит И в будущем, если вы собираетесь все-таки завести собаку Запомнить этот момент А потом сравнить Или вообще последовать этому правилу Короче, я очень хочу, чтобы вы в комментариях обязательно писали Что у вас совпало Какой оказался знак зодиаки у вашей собаки И подходит ли это описание ей И если вы захотите, чтобы я сделала то же самое Проработала кучу информации Нашла совместимость и так далее Про кошек То ставьте лайк Потому что у меня тоже есть кошка И я тоже хочу про нее Прочитать ее гороскоп Итак, овен, который родился с 21 марта по 20 апреля И под этот знак зодиака подходит моя собака Вот этот вот мой красавчик, мальчик Эйван Собаки овны не умеют долго обижаться Это точно про Ивасика Он у нас необидчивый парень, да? Юмичу, дай Ивасику посидеть со мной Это активные, задиристые животные С резкими, порывистыми движениями Возможно, гибель под колесами при неправильном воспитании Поэтому, либо все время водить на поводке Либо хорошо дрессировать У собаки овна неиссякаемая энергия Она нуждается в частых и длительных прогулках И очень их любит Любит пошакалить Сожрать на улице какую-нибудь дрянь Включая отраву Нужно быть осторожными Импульсивная, эмоциональная собака Которой нужно управлять энергично и громко Если уж вы завели себе собаку овна Готовьтесь стать спортсменом Уж очень он любит дух соревнований Ну, кто смотрит наш канал давно Понял, что все это абсолютно не про Эйвана Это к теме верить в гороскопы или нет Но вот это все подходит Эйвону, когда он на улице То есть на улице он действительно суперактивная, энергичная собака Которая может бежать куда-нибудь Он очень любит гулять Дома же он такой лежебока И у нас даже есть шутка, что он состарился уже в детстве Старичок уже с самого своего рождения Но дома Что по совместимости у нас? Он может стать хорошим другом-стрельцам Ю-ху! Эйвон, да! По совместимости мы с Эйвоном друг к другу подходим У него нет тут вот какого-то идеального хозяина Как у других пород будет дальше Но мы можем стать хорошими друзьями Хотя точно так же, как и близнецы, львы Весы, скорпионы, козероги, водолеи и рыбы Но не стоит заводить хозяину овну То есть вот точно такого же знака зодиака Потому что они будут постоянно соперничать И у тельцов овны будут вызывать раздражение Кто-то у нас тельцы есть в комментариях Вот вас должен Эйвон подбешивать немножко И вообще несовместимы с раками и девами Вот прям совсем все плохо Следующий знак зодиака это телец Который родился с 21 апреля по 21-30 мая Любят детей и обладают прекрасными сторожевыми качествами У кого собачка-телец Сложные для человека Это очень упрямые животные У меня, если что, среди моих собак тельцов нет Большие собственники То есть такие, все мое, здесь все мое И любители покушать Ну, кто не любитель покушать? Мы по такому параметру тогда все тельцы Ну я, по крайней мере, ладно Неопытные хозяева становятся их рабами А собака хозяином Обучаются и дрессируются медленно Но зато основательно Это пример Юмичу Она обучается и дрессируется очень быстро Но очень неосновательно Делает, как попало команды Все забывает, она точно не телец Эти собаки не выносят спешки Они упрямые Это придает их характеру упорства и настойчивость То есть вот если у них что-то не получается Они будут долго это делать Знаете, как есть ролики, где собачка на диван не может запрыгнуть И она реально раз 20 пытается и пробует Не все собаки такие Она, наверное, телец Тельцы здоровы, энергичны, достаточно выносливы Хотя заниматься особенно не любят Физические нагрузки повергают их в уныние Они противники всяческих нововведений То есть не любят, когда меняется место прогулки Или маршрут, например Очень подойдет самому тельцу Собака-телец может стать своему хозяину Очень хорошим другом Хорошие отношения у нее будут С раком, львом, девой, весами, скорпионом, козерогом, рыбой В общем тоже со многими знаками А вот у водолеев и стрельцов Возможные сложности с ними И категорически нельзя заводить собаку-тельца Овнам и близнецам Вы запомнили? Вдруг вам это пригодится, особенно если вы верите в гороскопы Близнецы, следующая собака Это 21-22 мая по 21 июня Есть вот у нас тут близнецы, а? Или собака, может быть, у вас близнец Хитрые, разносторонние и очень сообразительные Хм... У меня среди моих собак близнецов опять же нет С собакой-близнецом не соскучишься Это обаятельные собаки На которых невозможно не обратить внимание независимо от породы Собаке-близнецу постоянно нужно чувствовать себя любимой и обласканной Она не выносит одиночества Чувствую очень многие хаски, наверное, близнецы Потому что именно хаски разносят квартиру чаще всего, когда хозяина нет дома Потому что не выносят одиночества Собака-близнец это легкомыслие, чувствительность и эмоциональность в одном существе Она до непредсказуемости переменчива в настроениях Ну неудивительно близнецы, то есть противоположности постоянно Это взбалмошное существо обладает удивительной способностью менять свое поведение То приноровиться к ситуации, типа такая, окей, чё-чё тут происходит, буду так действовать То идет наперекор Ты ей говоришь нет, она все равно делает И эта собака склонна к обману С искренним выражением невинности и непорочности на морде Она будет стоять посреди разгромленной комнаты и искать вместе с вами пропавшие сосиски При всем при этом они не бессовестны Они просто очень умные, энергичные, дерзкие в поступках, так как быстро принимают решения Потому что они очень умные и изобретательные Собаки-близнецы любят путешествовать к хозяинам, но не очень привязаны к нему То есть легко увязываются за любым человеком, который с ними поиграл или чем-то поманил Будьте аккуратнее, если у вас собака-близнец И часто теряются и не возвращаются к своим владельцам А еще близнецы восприимчивы ко всему новому, хорошо поддаются всем видам дрессировки, если посчитают это нужным Вот такая вот своенравная собачка-близнец Общий язык найдет с самими близнецами Удачи, близнецы и близнецы А также раком, рыбами, весами, скорпионом и стрельцом Тоже очень многим, как вы видите, подходит Просто это далеко не со всеми знаками Про некоторые я читала и просто удивлялась, что они толком никому не подходят Ничего особенного в отношениях с овном, тельцом и львом Ничего особенного, это значит, что вроде как и проблем никаких не подразумевается Но и хорошего тоже особо ничего не ждите Идеальности какой-то Козерогам и водолеям будет очень трудно с собакой-близнецом И совершенно никак не подходит деве Вот вы дальше увидите, что будет про Мишу, про Юми, про Софии И очень удивитесь Раки С 22 июня у них день рождения по 22 июля Это преданные, терпеливые, верные и хорошие сторожа Собаки, родившиеся под знаком рака, очень обидчивы Способны объявлять голодовку протеста или гадить обидчикам в туфли, ботинки и хозяйственные сумки Ну-ка, у кого там песики гадят в ботиночки? Они не выносят одиночества и некоторые даже воют по ночам Обладают хорошим интеллектом и невероятной памятью Ни у какого другого знака нет такой потенциальной ласковости, как у рака Ммм, как это мило Никто не может быть более игривым и любящим, чем рак Если же отношения с владельцами не складываются, у собаки начинается нервная депрессия То есть, если хозяин ей по знаку зодиака не подошел, то вообще капец Очень привязаны к дому Это великолепные собаки-няньки для маленьких детей И собаку рака легко научить носить сумку с продуктами Потому что она такая собака, которая верная, помогающая такая Вот такой рак По совместимости прям вот суперидеального хозяина у собаки-рака нет Но зато он очень хорошо, особенно подходит тельцам Обратите внимание А также неплохо будет самому раку Деве, льву, весам, скорпиону, козерогу и рыбам То есть, многим знаком подходит И очень сложно будет им со стрельцом Со мной Но я даже по описанию этой собаки-рака могу сказать почему Потому что собака-нянька, которая будет мне, обижаясь, гадить в туфли Я вряд ли такое выдержу Категорически вообще никак нельзя овну и близнецам Так что задумайтесь, прежде чем заводить собаку, которая родилась 22 июня по 22 июля Кто из вас лев? Напишите Они родились 23 июля по 23 августа Львы всегда в центре внимания и обожания Ну, мне кажется, и у людей так же Царственные собаки От них исходит величественная лень Когда они лёжа, томно поднимают морду нам навстречу Они такие, типа, чё? Такие независимые Крупные собаки вызывают к себе уважение Представляете, такой док лежит лениво, такой на тебя посмотрел А маленькие будут лаять даже на слона Это не потому, что они глупые Потому что они гордые и храбрые, независимо от размера Собаку льва нельзя гонять за велосипедом, потому что гордость не позволит ей отставать А ведь у всех рождённых под знаком льва слабое сердце Вот почему Собаки этого знака нуждаются в длительном сне Вот такое вот у них описание Если у кого-то есть собака по знаку зодиака лев Напишите, что ещё мы можем узнать о них Близнец и собака лев это идеальная совместимость Вот, видите, вот здесь есть Это идеальный хозяин для льва Это близнец Ничего серьёзного, то есть неплохо, нехорошо В отношениях у него не будет с тельцами, раками, козерогами, девами и скорпионами А дальше всё плохо У весов водолеев могут возникнуть трудности Стрельцам и рыбам лучше вообще не заводить собаку льва Собака лев всегда будет пытаться одержать верх над своим хозяином овном И поэтому не подходит ему И самому льву они будут постоянно соперничать за лидерство То есть, если близнецы близнецам подходили, то львы львам не подходят ни в коем случае И вообще у львов проблема с хозяевами То есть, близнец вот идеально, а дальше всё ну такое себе Дева Это с 24 августа по 23 сентября Это чистоплотные и готовые двигаться без устали пёсики А где, кстати, киса Алиса? У неё карантин, она не выходит на улицу уже достаточно давно Она превращается в домашнюю кошку Очень сильно на это злится Истерит, ругается, кричит, орёт, дерёт мебель Ох Собаки, рождённые под этим знаком, обычно очень чистоплотные То есть, постоянно такая лапки моет, там всё себе моет, везде моет Хорошо иметь в доме собаку-деву Она легко подчиняется дисциплине Хорошо дрессируется Умна Не поддаётся чужим влияниям Как помните, про кого-то мы читали, что он может вообще уйти за лакомство или за то, что поманили Отважно защищает своих владельцев У собак, рождённых под знаком Девы, есть чувство долга И самое интересное Вины Если они сделали что-то непозволительное Это, наверное, те самые собачки, которые в роликах, когда говорят Зачем ты это сделала? Такие так смотрят Понимают Испытывают чувство вины Виновность у них, а нет, не написано на морде Но наблюдательный хозяин сразу же заметит некое изменение поведения своего питомца Как бы старающегося показать, что он очень примерный пёс То есть, он такой где-то прокосячился Софи, на самом деле, так иногда делает А потом такой ходит, всё правильно выполняет, всё, я такой примерный И ты так, хм, чё-то она где-то натворила Интеллект у собак Дев настолько велик Что при дрессировке их можно учить счёту и развлечению букв И это прекрасный домашний сторож Слушайте, мне, наверное, подходит собака Дева По описанию мне нравится, сейчас узнаем Телец поддержит стабильность своего дома, если приобретёт собаку Деву То есть, вот очень подходит тельцам Очень хорошо находят общий язык с близнецами, раками и самими Девами Кстати, небольшой список Опять же, ничего плохого и хорошего Не ждите с овнами, рыбами, львами, весами, скорпионами Ммм, стрельцами и козерогами Я не очень подхожу Девам А у водолеев вот с ними будут прям серьёзные сложности Так что аккуратней с собачками Девами Алис, Алиса, Алис, зачем ты дерёшь цветок? Очень ей не нравится сидеть на карантине с нами Зачем ты дерёшь цветок? Зачем? Не надо так делать Софишка Скоро мы доберёмся до Софиши следующего знака До этого весы 24 сентября по 23 октября Кстати, пишите в комментариях, когда вы родились, когда у вас день рождения Может я буду кого-нибудь поздравлять, если вот сейчас недавно Неприхотливы, повсюду готовы следовать за хозяином В то же время не навязываясь ему Изящество, привлекательность и покладистый нрав характерны для собак-весов Присутствие такой собаки в семье гармонизирует и разряжает напряжённую семейную обстановку В общем, если у вас какие-то проблемы в семье, заводите собаку-весы Меньше возникает конфликтов между поколениями Это когда дети не понимают родителей, родители детей Собаки-весы любят музыку Они иногда подбывают в унисон Теперь понятно, что это за ролики, где собачки подпевают, когда играют на пианино Они одинаково любят всех членов семьи и не могут решительно встать на чью-либо сторону Это знаете, когда собака не может выбрать конкретного хозяина в семье Хотя считается, что так не бывает, что всё равно есть хозяин И она считает и тот хозяин, и этот хозяин Тогда этого послушается другого Весы Весы Вообще никаких знаков против Видят и знают Вот сравнивайте Со своей собакой, с собой, с Софишей и мной Скорпионы проницательны, но требуют повышенной строгости к себе Так как могут быть довольно капризны, если их разбаловать Да, мне кажется, это про Софии Взяв в дом животное скорпиона, вы берёте на себя серьёзную ответственность Энергетически это самый богатый знак зодиака Богатый не в плане денег, богатый энергетически То есть очень много в них самой разнообразной энергии Поэтому выгуливать собак скорпионов нужно особенно интенсивно Если вашему питомцу не на что истратить свою энергию, у него портится нрав и он становится непослушным Про Софи У скорпиона нет нюансов в отношениях, вы для него либо лучший друг, либо враг Но у неё есть такое, она либо, вот если человек какого-то знает, она либо с ним общается, либо вообще не общается Путь от любви до ненависти у скорпиона короток и бесповоротен Достаточно ущемить его прирождённое свободолюбие или ожесточить наказаниями То есть если как-то плохо к ней относиться, то она, всё, её любовь закончится и начнётся нелюбовь Обиженные собаки даже способны на месть Зато, ну, месть у собак, как мы поняли, выражается в том, что они могут накакать вам в тапки Зато в служебном отношении собаки-скорпионы выше всяких похвал У них очень развито обоняние Диапазон воспринимаемых запахов шире, чем у других собак То есть она лучше нюх Это лучшие ищейки Они прекрасно справляются с поиском и поимкой преступников И Софи действительно лучше всех, если где-то спрятать игрушку Кстати, можно провести такой эксперимент в видео или вкусняшку Она реально её найдёт быстрее всех Они необыкновенно выносливы и живучи У собак-скорпионов мощное сверхчувствительное восприятие Вы только собираетесь ещё что-то сделать Она уже либо выполняет команду, либо знает, что вы хотите Она как бы предсказывает вас Это точно про Софи, сто процентов Очень подходит тельцам Это вот прям у них лучший хозяин для скорпионов Телец Я не телец, я не лучший хозяин для своей собаки Я плохая хозяйка Всё, не уговаривай меня, Софи Я для тебя плохая хозяйка Смотрите, вот я когда плачу, она меня начинает поддерживать Так вот прям лапку кладёт, лижет Ну шо такое, а? Ничего особенного не будет с близнецами, раком, весами и рыбами Да что такое? Под сомнением совместимость со стрельцами Проблемы во взаимопонимании будут также со скорпионом, козерогом Со львом будет борьба за лидерство Не надо заводить Сложности в общении будут с водолеем Овнам вообще нельзя такую собаку категорически Деве тоже из-за повышенной активности скорпионов Такому маленькому количеству знаков она более-менее подходит Вообще я в шоке Смотрите, дальше будет стрелец Это я И вот, ну мы изучаем собак всё-таки Это с 23 ноября по 21 декабря И вот сейчас очень будьте внимательны Слушайте про стрельца Потому что стрелец находится между скорпионом и козерогом Софи скорпион Юми козерог Между ними находится стрелец И скорее всего Вот вы послушаете Она больше похожа на стрельца Чем на козерога И Софиша от стрельца тоже что-то забирает Мне кажется Ну вот давайте В отношении с собаками стрельцами Нужно быть справедливым У них хорошо развито чувство собственного достоинства Вот это прям про Софи Они никогда не поймут раздосадного человека Срывающего злость на первом попавшемся под руку в существе Ну у нас никто так не делает, поэтому сложно определить В целом они жизнерадостны и подвижны Не любят техсных замкнутых пространств Это вот прям вот про Софи Тяготеет к широким просторам То есть Софи она вот обнимашки вот делать не любит Она не любит тесноты какой-то Она всегда уходит спать в ноги Она не может вот так вот спать Это очень на нее похоже На роль цепного пса они вообще не годятся Цепь и будка не для них Это тоже про Софи На даче или в деревне им всегда легче, чем в городской квартире Собаки и стрельцы ненавидят поводок Это про Юми Чу прямо Но хорошо поддаются дрессировке И обожают путешествия и постоянные переезды Это идеальные животные для бродячего цирка Но это на самом деле вот реально очень похоже И на Софи и на Юми Они похожи во-первых характером Во-вторых это все про них Собаки-стрельцы неугомонны Неутомимы Жизнерадостны Легко заражаются азартом соревнований Они очень соревновательны Это сейчас они такие все лениво спят Посмотрите предыдущий ролик про полосу препятствий Вот вы все эти качества в них увидите Это прекрасные спортивные и рабочие собаки Идеальный вариант хозяин Водолей Не стрелец Водолей Очень подходят хозяева овны Собака будет им помогать и стимулировать к победам Про кого-то это уже было Стрельцы станут хорошим другом То есть мы способны друганами Стать с собакой-стрельцом А если учесть что Юми и Софи близко к стрельцу родились То в них есть эти качества Хотя при этом я не подхожу Софи Не подхожу скорпиону Блин Ничего плохого хорошего у них не будет с близнецами Раком, львами, весами, скорпионами и рыбами Не найдут с ними гармонию козероги И у тельцов они будут вызывать раздражение Бесить их А девам они вообще не подходят Из-за того что слишком активные Следующий знак зодиака Козерог Козерог родился с 22 декабря По 20 января Вот Юмичу у нас козерог Да? Давай, Софиш, давай Ай, молодец Моя попка толстая Юмичу типа козерог Но на самом деле Вот вы слышали про стрельца то что я прочитала Вот сравните Кто смотрит канал Кто знает ее Тот поймет что она реально на стрельца похожа в тысячу раз больше Чем на козерога От козерога у нее вот столечка Повышенное послушание Конечно Собаки-козероги это уравновешенные Спокойные животные Принимающие установленные в семье порядок и неукоснительно его соблюдающие Соблюдающие порядок спокойные и уравновешенные Это же про Мишу а не про Юми Лучше живется козерогом там где существует жесткий режим и твердый распорядок Собака-козерог приучает своего владельца к порядку Она приучает своего владельца к терпению Да Он должен ее кормить и выводить на прогулки в строго установленные для этого часы Не взирая на погоду и прочие обстоятельства Вот вы замечаете да помните что я говорила про Мишку про ее характер Вот это прям про Мишку Пес козерог предан владельцу и по-своему любит его Всегда норовит лизнуть в лицо Вот это Вот это точно про козерога Точнее не про козерога а про тебя Про козлика маленького который постоянно норовит лизнуть в лицо Это единственное что у Юми от козерога Это очень-очень практически на 99% похоже на Мишку именно Идеал для козерога весы Человек весы Вот здесь опять есть идеальный хозяин Вы прям вообще Вы идеально сочетаетесь если собака козерог а вы весы Очень хорошее отношение У них могут сложиться с тельцом и раком И ничего такого плохого и хорошего тоже Собными, близнецами, львом, девой, скорпионом, водолеем, козерогом самим и рыбами И опять под сомнением хорошее отношение со стрельцами У них нет никого категорически не заводить вот этим вот Но не хорошее отношение со стрельцами Как так? Почему мне по знаку зодиака подходят, не подходят собаки мои? Что такое, а? Юми, почему? То есть, если даже взять факт, что это больше похоже на Мишу, она козерог То она мне тоже не подходит Почему сложности с мишным знаком зодиака возникают? Потому что Мишанька типа родилась в феврале И она как бы, давай, Юми, уйди Водолей Водолей это с 21 января по 18 февраля Мы не знаем, когда Миша родилась точно Это наше приблизительное с ветеринаром, ну, такое вот решение Примерное То есть, возможно, она козерог Возможно, она в предыдущий период родилась Где-нибудь с 22 декабря по 20 января Например, в конце января И она бы тогда идеально подходила под описание козерога Под описание водолея Мишка подходит слабо Один из самых умных и очень игривых Собака Водолей совершенно не годится на роль стража дома Это правда Она дружелюбна, правда И очень игрива, неправда Встречает гостей с радостью И является непременным участником любой домашней дружеской вечеринки Ну, такое есть К тому же она изрядно трусовата Вот это качество Мишке очень подходит У водолеев тонко организованная нервная система Стрессы, окрики, тем более битье могут вызвать у них недержание мочи То, что у Мишки очень тонкая нервная система, это точно Собаки-водолеи отлично себя чувствуют в условиях бессистемной жизни И вот тут идет абсолютная противоположность Мише Скорее это подходит любой другой моей собаке, но не Мишке Мишке как раз подходит козерог, когда жизнь распределена по порядку Все по времени А тут, получается, у них высокая приспособляемость Желание быть предоставленными сами мим себе Ну, короче, получается, что водолей Мишке подходит только на 50% Ей больше подходит козерог Как у вас, напишите, совпадает или нет У этого знака зодиака есть идеальные хозяева Их целых два Овен и водолей То есть сам водолей и овен идеально подходят Мишке Близнецы найдут с ними общий язык Хорошими друзьями могут стать со стрельцами Ну, хоть что-то, хоть где-то Мы с Эйвеном могли стать хорошими друзьями И с Мишанькой, да, можем стать хорошими друзьями Но это только если она водолей А если она все-таки козерог, то мы вообще друг другу не подходим Ничего плохого и хорошего особенного вообще у них не будет со львами, девами, весами, скорпионами, козерогами и рыбами Тельцам лучше не заводить, потому что они будут вас бесить и вызывать у вас жуткое раздражение И вообще никакой совместимости с раками Раки и собаки-водолеи не совпадают вообще Рыбы 19 февраля, 20 марта Очень чувствительные и не переносят наказаний Собаки-рыбы это собаки-экстрасенсы Это вообще прям невероятная новость Они отличаются удивительным пониманием С ними можно делать что угодно Они очень покладистые и готовы служить людям Они реагируют не просто на команду и интонацию, а понимают смысл слов и готовы, склонив голову на бок, выслушивать все наши речи Обладают даром интуиции И не только предупреждают Ваши желания и поступки, но могут и то, о чем вы еще не догадываетесь Они исполнительные и умные Достаточно легко поддаются дрессировке Но часто им мешает склонность к смене настроения и ранимость Они не очень агрессивны И собаки-рыбы могут быть эффективными домашними целителями То есть вот в них, в собаках-рыбах получается какая-то вся вот мистическая такая история завязана В этих собаках какая-то мистика Вот получается все Предсказания, экстрасенсорика, целительство Передавая свою энергию хозяину через поглаживание и трение Когда вы отдыхаете или болеете Животные экстрасенсы имеют обыкновение ложиться к вам или на вас Не прогоняйте их Они безошибочно вычисляют наиболее больную часть вашего тела и стараются к ней прижаться Хозяин при этом чувствует облегчение Я раньше думала, честно скажу, что это про всех животных, особенно кошек Но видите, на самом деле все-таки что-то зависит от знаков зодиака Ну так астрологи, по крайней мере, считают Очень подходят им такие хозяева, как телец и рак Алис, что ты орешь? Что такое? Что такое? Иди к нам, иди к нам, давай На улицу хочет гулять Карантин, Алис, сидим дома все Очень подходят телец и рак Со львом они найдут гармонию в отношениях Также им, я все время нос чешу, потому что у меня все время шерсть в нос попадает Я вот надела кофту, ох, зря Но она вся теперь в шерсти Найдут гармонию в отношениях со львом Неплохо подходит скорпион Стрельцу в общении с рыбой надо быть очень терпеливым Поэтому собака-рыба, при том, что при всех своих вот этих крутых качествах Целительство, мистика и все такое Мне придется терпеть ее, поэтому мне лучше не заводить Отношения козерога с собакой-рыбой должны быть очень осторожными То есть, лучше тоже не заводить Потому что собаки-рыбы очень ранимые, а козероги, видимо, вспыльчивые Я не знаю, козероги, напишите про себя У водолеев возможны сложности в общении с этими собаками Поэтому тоже лучше не заводить И ничего не хорошего, не плохого не будет самими рыбами, овнами, близнецами, девой и весами То есть, по сути, собакам-рыбам подходит очень мало, мало людей Но, в целом, мне было интересно, надеюсь, вам тоже Ставьте лайк, если хотите, про кошек Кошачий гороскоп, чтобы со своими кошками сравнить А я заодно киску Алиску сравню И проверим совместимость с нашими котиками У меня, похоже, с Алисой вообще нет совместимости Хватит орать! Ну что? Ну иди сюда! Что ты орешь? Скажи пока, ребята Увидимся скоро в новых роликах Переходите по ссылкам внизу на новые видео на других каналах наших Пока!